По сути, я уже внутри сдался к ребятам из Дагестана, но у меня нет никаких претензий. Сейчас правым глазом толком ничего не вижу, и он продолжает всю вот эту игру странную, позорится. Ну, человек себя опустил уже, ну, насколько это возможно, хочет дальше со мной бодаться, я отступать не буду. 23 апреля 2020-го Дмитрий Анубис выпустил диск на Хабиба Нурмагомедова. Переживал огромную волну хейта и принимал десятки вызовов от бойцов и не бойцов из Дагестана. За последние полтора года он трижды вышел на голых кулаках против дагестанцев, и у двоих из них к Анубису не было никаких вопросов, кроме спортивных. За это время он прокачал свой образ, став человеком, за которым интересно наблюдать и к которому невозможно обратиться с претензией на национальной почве. В хардкоре он без труда прошел Абубакара Мамедова, потом был дебют в топ-доге с Чибисом, травма глаза, лечение и сенсационная ничья с Тимуром Золотым. Вчера он вышел против Мурада Арцулаева, проиграл и объявил о завершении карьеры. Тут слова Дмитрия сразу после. Обсуждаем сам поединок, варианты для возвращения, отсутствие желания, после поражения сказать дежурное «Да я вообще к бою не готов был» и главу хардкора Анатолия Сульянова, который не оставляет Анубиса в судах уже, кажется, больше года. Будет интересно. Вот так, если по бою по самому, что у тебя, как ты думаешь, не пошло в первую очередь? Я не смог подстроиться стилистически, потому что соперник был в просторонней стойке. Вот, я пытался что-то противопоставить, перестраивался, тоже менял стойку. Рассчитывал то, что он будет лететь на меня, а он в результате выжидал. Я, наверное, тактически проиграл в первую очередь. Что тебе в перерывах говорили? То есть, был ли вариант что-то поменять прям по ходу? Да, я помню, мне говорили по поводу того, чтобы я начал работать первым номером и давить его. Потому что, когда я начинал сам работать, я попадал. Я пытался, но, как все видели, не вышло. Вот сказали уже, что Мурат не сделал 6,5 килограммов. А насколько, как ты считаешь сейчас? Ну, так, если говорить как профессионалы, типа, профессионально было с твоей стороны, например, соглашаться на этот уровень? Ну, насколько всем известно, я привержен из того, что вес не имеет значения. Тем более, в кулаках тут важна скорость. Я не скажу, что по ударам это отличалось от ударов золотого. Поэтому я не считаю, что тот вес сыграл какую-то роль. Поэтому говорить, что я порвел из того, что у нас разница в весе, я считаю, что, как говорят, не политкорректно. Чувствовал по ходу боя, что было, знаешь, какое-то критичное состояние, вот особенно в третьем раунде, когда случился нокдаун. Ты думал, что может закончиться досрочно, например? Как такового нокдауна не было. Были такие сильные болевые ощущения, я подумал, что у меня что, зуб вылицел. Это скорее было такое уже психологическое. Я уже понимал, что я ничего не могу сделать. То есть я не скажу, что я терялся время боя. То есть я все понимал и все помню. Это было больше психологическое такое, так скажем, что, по сути, я уже внутри сдался и понимал, что уже не смогу исправить ситуацию. Что физически тебя сейчас в первую очередь беспокоит? Вот ты вышел, и что болит больше всего? Не болит. Я сейчас правым глазом толком ничего не вижу. И стекловидные тела, много стекловидных тел в глазу, черных точек. А это что глаз, с которым у тебя и были проблемы? Да. Тебя сейчас это насколько беспокоит? Я имею в виду в плане последствий, что это может быть, как ты думаешь? Ну, самое худшее, наверное, опять отслоение. Не знаю, надо посмотреть, что с хрусталиком. Посмотрим, надо подождать, когда сойдет гематома. И же от этого отследить. Потому что я уже, это в каком, наверное, конце втором раунда, я ничего не видел. Вот, и, так сказать, меня это немного сильно забеспокоило. Было сложнее уже прицеливаться и от ударов выходить. Ты сразу после боя так на эмоциях сказал, что больше не будешь драться. На эмоциях ли это было? Вот сейчас там прошло, пусть немного времени, но тем не менее. Я не могу сказать, что это эмоции. Просто это, ну, мне кажется, это логично, когда ты оставляешь всего себя в зале, готовишься к бою. Человек не тренировался, выходит, побеждается. Мне кажется, это... Тут надо делать выводы, что, скорее всего, мне там не место, если я не смог ничего сделать. Я думаю, что, скорее всего, я не изменю никакого решения. Ну, а если брать, там, знаешь, по соперникам же, все-таки по-разному может быть. Ну, например, у тебя до этого был бой с Тимуром Золотым. Один из лучших, наверное, кулачников в этом весе. Человек, который сейчас и в хардкоре, очевидно, ну, идет там без поражений и все такое. Тебе, ну, просто сегодня был там не твой день, условно, а там дальше будет. Да, бывает. Никогда. Ну, невозможно всегда выигрывать, я это понимаю, но тут стилистически я был уверен, что я превосхожу соперника и в скорости, и в технике. Ну, этот день показал совершенно обратное. Поэтому, ну, что было с Тимуром, это уже было. Вот. А сегодня я показал себя таким, и не уверен, что я был очень хорошей формой физически. Я был готов, ну, я немного под конец уже устал, но, говорю, это была уже психологическая усталость. Не физическая, то есть, а именно психологическая. Ну, обычно, знаешь, мы сейчас видим, вот, типично для бойцов, которые проигрывают, они говорят, что, типа, вот, я был не очень хорошо готов, у меня болела рука, нога, у тебя, короче, в этом плане. У меня ничего не болело, я себя очень хорошо чувствовал. Мне кажется, это, наверное, одна из лучших моих форм. У меня был очень хороший силовой лагерь, то есть, физуху я, ну, по мне видно, что я очень сильно подтянул. Я почти ни одной тренировки не пропустил за весь этот лагерь. Потом спарринга, конечно, я провел чуть поменьше в этом лагере, потому что у меня был сломан нос, вот, был мало пар, только там последние, может, две с половиной недели я стоял. Но все равно я себя чувствовал очень хорошо, то есть, я со многими ребятами стоял, у меня все проходило, все получалось. Но сегодня, как бы, я ничего из этого не смог показать, я считаю. Вот ты говоришь о завершении, там, карьеры, я так понимаю, в кулачке. Но вот, а когда ты об этом говоришь, представляешь ли ты себе, вот, что делать, если, например, не бои? Блогерство, стримы. В принципе, я готовил подарок в новогодний для фанатов, подписчиков, ну, и других людей, которые заинтересуются. Еще, возможно, может быть, у меня были мысли помогать другим бойцам в развитии, как медиа, так и, в принципе, и в тренировочном, поделиться опытом. Я думаю, что я много могу что-то передать другим бойцам. А если говорить вот в каком-то контрактном плане, есть у тебя контракт долгосрочный с топ-догом? Насколько я понял, они сейчас подписывают почаще уже? Нет, у нас доверительные отношения. В принципе, я сказал, ну, даже нельзя, не надо воспринимать мои слова по поводу завершения карьеры, что я там перейду, там, в другую лигу или в другой спорт. Нет, именно просто. Потому что у меня основные планы были свою карьеру здесь творить. Вот, если представить, что у тебя дальше было бы, если бы ты сейчас, например, не думал о том, что закончишь карьеру, что бы ты хотел делать, ну, в плане, там, соперников, еще чего? До этого я мечтал о бою с Расулом Мирзаевым, насколько тебе известно. Но я даже начал такой жесткий треш-ток, но он не среагировал, его можно понять, потому что человек легенда. Если он будет на каждый вызов так реагировать, ему просто здоровья не хватит. Вот, ну, я хотел бы, конечно, с ним подраться, но сейчас это уже, конечно, не интересно, не ему, а, ну, а я, если я не смог Мурада путинать, то до Расулу, наверное, мне еще вообще рано мечтать. За пару боя до тебя дрался Иса Исаев, и он довольно жестко как раз к тебе обратился. А ты не рассматривал этот вариант как вариант, ну, типа, для возвращения, учитывая, что Иса сейчас там следующий претендент на перстень, и, ну, есть определенная история, насколько тебе может быть интересно? Я же, я еще бой могу делать, пока они подерутся. Все, дайте мне это, Шакала. Несмотря на вот этот конфликт, который он замутил, я не думаю, что в целом бой был интересен ему и мне, а сейчас я тем более не буду это рассматривать. После поражения, причем, боя пока, думаю, рассмотреть в ближайшем вообще будущем не планирую. Ты когда говорил слова о том, что, может, это все последний бой, у тебя были в голове, ну, какие-то грустные мысли? Я даже не знаю, что это печально, что уходит такая эпоха твоей жизни, довольно, я так понимаю, значимая просто. Да, это более чем значимая, это уже часть меня. Конечно, я расстроен то, что я пришел к такому заключению. Все хорошее иногда заканчивается, поэтому, что поделать. ММА нет? А где мне драться в Мэй? Я думаю, не, не, не рассматриваю. Только из-за того, что негде драться? У меня появился кулачный вид спорта, я себя здесь открыл по-новому, поэтому я не рассматривал вообще никаких, ни других лиг, ни других видов спорта, я хотел двигаться тут. Вот сейчас, знаешь, у тебя получается 3 из 4 соперников на голых кулаках, это представители Дагестана, и у тебя так символичная история, такая, ну, громкая в медиа, началась с Диса на Хабиба Нурмагомедова, потом было много хейта от ребят из Дагестана, а вот сейчас, когда прошло, там, довольно много времени с тех пор, во-первых, вот как, может быть, твое, там, как-то мировоззрение изменилось относительно вот той истории, там, того Диса, там, того же, может быть, отношения, там, к тому же Хабибу? А у меня никогда не было к нему какого-то отношения, это была идейная история, как бы, я свое мнение поменял, как бы, я как указал на ошибки, так и все мы ошибаемся, все мы совершаем ошибки, поэтому я ничего не изменил, сделал, сделал, как бы, и это часть меня, часть моей истории, а к ребятам из Дагестана, ну, у меня нет никаких претензий, не было никогда, да, это к определенным личностям, они так же есть и среди славян, вообще, в любой национальности, как бы, в любой стране есть люди, которые позорят страну, нацию, поэтому тут, тут такого у меня предвзято мнения к нему нет. Вот у тебя, к тебе тогда было очень много хейта с разных сторон, и, мне кажется, вот за этот период к тебе отношения, там, очень сильно поменялось, ну, в лучшую сторону, а чувствуешь ли ты сейчас изменение вот этого отношения, и когда ты, ну, как думаешь, когда вот этот перелом случился? Не знаю, честно, может быть, после боя с Золотым, как-то меня стали посерьезнее воспринимать и получше, в принципе, я же, ну, не позволяю себе каких-то жестких оскорблений в чей адрес, даже вот с Исой Тандовским, я это все перевел в такую смехотворную форму, хотя он меня первый начал оскорблять и переходить на личности, вот. Я люблю повеселиться, поэтому люблю треш-ток, не отрицая этого. Бывает, заносит, ну, кого из нас не заносит вообще, вот. Закончилась ли твоя история с хардкором, ну, в смысле, в судебном порядке? Я видел, что еще какие-то апелляции были? Нет, суды идут, я до сих пор выигрываю. Суд был вчера, собственно, да, я на него не пошел, потому что было взвешивание, я решил, что перед боем, ну, ходить по судам, это нелогично немного, тратить свои силы на это. Он проиграл опять, как бы, он продолжает всю вот эту игру странную, позориться. Ну, человек себя опустил уже, ну, насколько это возможно, хочет дальше со мной бодаться, я отступать не буду. Я пытался выложить пост у себя в Инстаграме, где я хотел рассказать как раз-таки про вот этот момент весь с судами. Мне этот пост несли, чуть не взломали Инстаграм. Поэтому этого, видимо, ему, я ему до сих пор не даю покоя, хочет дальше это устраивать, пожалуйста, я готов. Я, в принципе, на твоем интервью говорил, что я готов к судам, готов к этой истории. Как бы, я буду свое слово и свою честь отставить до конца. Он меня оболгал, оставил, по сути, ни с чем в сложной ситуации. Я потратил на суды, на юристов уже больше полумиллиона. Как бы, если ему нравится судиться с бойцами, пытаться их как-то задавить, ну, это его дело. Видимо, у него человек с какими-то комплексами. Вот ты сейчас довольно активно, ну, много времени проводишь в зале Топ-Дога. А вот есть вариант, например, ну, завтра, допустим, ты придешь в зал, поговоришь с дайнер-рэкбистом, и вы придете к тому, что тебе есть еще что сказать, там, что сделать на голых колоках? Не знаю, я не уверен. Наверное, нет. А сейчас вы о чем-то успели поговорить? Нет. Я сейчас все это время провел в зале. С ольдом на лице. Есть, в принципе, человек, с которым ты можешь поговорить и передумать? Не знаю. Я сам, наверное, только с кем тут еще надо разговаривать? Со своим внутренним я поговорить? Может быть, мы найдем какой-то общий... Ну, я не уверен, да. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо!